Навыки и компетенции будущего – это не только инженерные знания и опыт, но и умение работать в команде, коммуницировать с другими, находить нестандартные решения и создавать синергию. Екатерина Иваненко об опыте командного челленджа Digital Collabilities for Business на Архипелаге 21.21. На Архипелаге нас пригласили поучаствовать в этом треке, чтобы организовать чемпионат по компетенции Digital Collabilities for Business, ну такие цифровые трансформации бизнеса. В целом эта компетенция не новая, она существует уже полтора года, и мы отыграли ее на большом количестве чемпионатов, в том числе международных. Это чемпионаты Brics Future Skills, Brics Team Challenge и так далее, межвузовские чемпионаты, национальный чемпионат WorldSkills. Ну то есть компетенция не новая, но здесь мы ее представляем в таком новом формате, потому что мы объединились опять-таки с нашими коллегами из WorldSkills, и с точки зрения формата это некоторая такая инновационная идея объединить хардовые скиллы с софтовыми и проверить ребят в том числе по софтовым компетенциям и в некотором роде подумать, как это может работать на такой вот реальной практике, когда мы проверяем не только технические навыки и компетенции, но и то, как ребята могут работать вместе в команде, как их способности с точки зрения софтов влияют на конечный итоговый результат. Поэтому WorldSkills Russia здесь с точки зрения формата, мы с точки зрения такой сути, то есть мы нашу компетенцию DCP, Digital Capabilities for Business, мы интегрируем вот в этот вот новый формат. Мне кажется, что Архипелаг в данном случае такая очень отличная площадка, и для того, чтобы вот эти вот гипотезы проверить и участникам показать этот новый формат. Компетенция все-таки вузовская, потому что с точки зрения технических компетенций, которые требуются участникам для того, чтобы поучаствовать и все-таки сделать решение, разработку, требуются достаточно такие серьезные навыки, поэтому компетенция позиционировалась как для студентов вузов, но мы понимаем, что студенты колледжей бывают разные, колледжи бывают разные, и они тоже участвуют, принимают участие в чемпионатах по данной компетенции, и тут небольшой такой спойлер, потому что итогов еще нет, но часть участников уже здесь, но в рамках вот этого вот челленджа один из колледжей показал себя с очень хорошей стороны, и раз за разом, проводя чемпионаты, мы убеждаемся, что некоторые студенты колледжа подготовлены не хуже вузовских, а иногда и лучше, и вот в рамках этого челленджа мы вот эту вот гипотезу опять проверили и доказали, что так оно и бывает. Мы фирме 1С уделяем огромное внимание образованию, работе с кадрами, и вот этой вот всей образовательной деятельности мы проводим огромное количество мероприятий, и пытаемся взаимодействовать с вузами и со школами достаточно полноценно, то есть мы выстраиваем некоторую непрерывную траекторию обучения и начинаем работать с молодыми специалистами, когда они еще в школе, потом они в некотором роде выбирают эту сферу как интересную для того, чтобы, сферу информационных технологий для того, чтобы дальше продолжать обучаться, заниматься этим, дальше они уже переходят в вуз, становятся молодыми специалистами, мы стараемся так полноценно взаимодействовать с молодыми специалистами. Соответственно, это такая одна из главных наших задач, потому что всем нужны кадры, и у нас большая партнерская сеть, партнерам тоже нужны кадры, и в целом для того, чтобы развивать отрасль информационных технологий, мы должны готовить хороших специалистов, должны уделять большое количество внимания подготовке. Дело в том, что, опять-таки, я уже говорю, у нас большая партнерская сеть, в каждом из городов, в том числе в Великом Новгороде, партнеры есть, и, возможно, какие-то из наших партнеров обратят внимание на ребят по итогам этого челленджа и захотят с ними посотрудничать. Мне кажется, что Архипелаг такая глобальная площадка для проверки гипотез, для такого брейншторма, совместной работы над глобальными такими проектами, и потом, когда участники, коллеги, эксперты разъедутся по своим регионам, вузам, компаниям, они еще долго будут перерабатывать и обрабатывать все вот эти вот инсайты, все вот эти вот гипотезы, которые выработались в рамках вот этих вот дней. Соответственно, кажется, что участникам хочется и участникам, и экспертам, всем коллегам, которые здесь на Архипелаге, хочется пожелать, безусловно, удачи и пробовать, участвовать в новых форматах, не смущаться, не стесняться, потому что именно в рамках таких вещей рождаются новые идеи, новые дальнейшие направления для работы. Поэтому дерзать всем участникам Архипелага, и экспертам, и студентам. Редактор субтитров А.Семкин